В июне 1997 года мир узнал историю мальчика-волшебника со шрамом на лбу. Он будет знаменит и легендарен, о нём напишут книги. Каждый ребёнок в мире будет знать его имя. На момент написания первой книги Джоан Роулинг не подозревала, что слова персонажа Минерба МакГонагал станут пророческими. Едва ли сегодня можно найти ребёнка, который не слышал о Гарри Поттере. Вингардиум и Левиоса. Нет, это не набор бессмысленных звуков, а заклинание левитации. Настоящие патерманы сходу назовут ещё с десяток таких, не меньше. А также с лёгкостью определят, кому именно принадлежала эта волшебная палочка. Фанаты вселенной Гарри Поттера косплеят любимых персонажей, коллекционируют волшебные предметы, разбирают книги на цитаты. А что о волшебном мире известно саровчанам? Имя Гарри Поттера вам о чём-нибудь говорит? Да, прекрасно говорит. Это великий мальчик, уже мужчина, который выжил и поборол великое зло великого лорда и спас весь волшебный мир. Говорит, конечно, великий маг, волшебник, который сначала был просто мальчиком, которого никто не верил. Что из Гарри Поттера больше всего запомнилось? Из Гарри Поттера больше всего запомнилась распределительная шляпа, которая очень долго думает и смешно выглядит. Да. Кто это? Это персонаж книги, Гарри Поттер, главный герой. Читали, смотрели? Смотрела. Что за мир? Расскажите в двух словах. Мир волшебников, это мир Хогвартс, там Слизерин. А заклинания какие-то помните из Гарри Поттера? Великолепная, которая нельзя говорить, Абадо Кедабра, Люмус, который включает фонарик, Экспеллиармус и Вингардиун Левиоса. А вот эта палочка вам ни о чем не говорит? Безиная палочка. Читерная вещь в магическом мире. А почему она такая известная? Ну, тут надо вспомнить сказку о дарах смерти, про трех волшебников, про смерть и все в этом роде. Ну, один из даров, который дала смерть, то есть Безиная палочка, Монти-Невидимка и Воскрешающий Харри. Заядлые поттерманы знают множество интересных деталей книги. Например, такую фамилию герой носит, потому что по соседству с Роулинг жила семья Поттеров и будущему автору безумно нравилось, как это звучит. Игру в квиддич писательница придумала раньше, чем саму историю о мире магии. А у некоторых героев есть прототипы в реальной жизни. Роулинг признается, что Гермиона, она писала себя. Именно она была в детстве вот такой же копией Гермиона по характеру, по складу характера. Но самого Гарри Поттера она, безусловно, очень сильно любит, потому что даже день рождения Гарри Поттера, 31 июля, совпадает с днем рождения его мамы Джоан Роулинг. В этом году мальчику, который выжил, исполнилось 42 года. Но в сердцах фанатов Поттерианы он остается юным волшебником, помогает миллионам взрослых и детей отправиться в параллельный мир, мир волшебства, тайн и загадок. Там любимый герой учится дружить, любить, сострадать, не пасовать перед трудностями, верить в добро. Джоан Роулинг создала семь крестражей. Она вложила частичку своей души в каждую из своих книг. И теперь ее книги будут жить вечно, скажет и вселенная Стивен Кинг. Если он прав, то историю о мальчике-волшебнике не забудут никогда.